Привет, друзья! Охотник на связи. Во-первых, хочу поблагодарить всех своих помощников, которые по моей просьбе организовали сильнейший созидательный посыл на канале Максима Сотникова в виде подписки, просмотров и комментариев. Каждый из вас, друзья, присоединил частичку своей доброй воли к той цели, которую мы с вами поставили. Конечно, такую волну позитива и желание получить результат ничто остановить не может. Максим нас услышал. На мое письмо ответил. Мы обменялись координатами и теперь находимся в постоянном контакте. Он сам и его семья проживают в городе Шэньчжэнь, недалеко от Гонжоу. От него и до Гонконга рукой подать по китайским меркам. Максим с удовольствием согласился нам помочь и попробовать отснять все объекты и локации, которые нас заинтересовали. Но от его фактического местонахождения до города Сиань почти 2000 километров. Ограничения в передвижении по Китаю достаточно серьезные. На подготовку к поездке могут уйти недели, а возможно и пару месяцев. Но меня и Максима это сильно не расстроило. В любом случае цель будет достигнута. Я ни капли в этом не сомневаюсь. А пока мы договорились, что я повнимательнее присмотрюсь к его региону проживания и дам необходимые наводки. Уверен, скоро эксклюзивный авторский материал, как говорится, из первых рук, благодаря Максиму, будет в нашем распоряжении. Так что у нас, друзья, теперь есть надежный, добрый и отзывчивый человек в Китае. Да, Максиму пока тяжело разобраться в нашей тематике, но это ничего. А пока он через местные источники, к которым у нас нет прямого доступа, уже выслал ценный фотоматериал, немного прояснивший ситуацию с новым объектом, построенным рядом с китайскими пирамидами Сианя. Кстати, о фонетической схожести вот можете поиграть пока словами Сиань, Синай, Сион, но сильно не увлекайтесь. Да, я вижу много мистических совпадений в различных событиях, но все же, в качестве доказательной базы такие аргументы предпочитаю не использовать. Для скептиков и для тех, кто еще только на пути понимания ситуации, нужны веские, взвешенные и вполне материальные доказательства. И у нас их с избытком. Приступим. Еще на стадии подготовки ролика «Матрица меняет коды» Алексей Заяц провел тщательную картографическую проверку. Его исследования сложились с несколькими моими пазлами. И вот что выяснилось. Пирамидальный мавзолей первого императора династии Цинь Шихуанди имеет привязку к резервным кодам матрицы не только в координатах, совпадающих по широте с местом установки скрижалей Джорджии, 34 параллель, но и по высоте комплекса – 76 метров. Как видите, снова это математическая последовательность, которую мы подробно разобрали в прошлой серии – 76 плюс 34 – 110. То есть при наличии новых активационных кодов 76-67 и 43-34 сохраняется связь со старой и пока еще работающей схемой через число 11. Сама пирамида, так же как и еще несколько таких же постройок в этом регионе, имеет четкое ориентирование по современным направлениям север-юг. Субтитры создавал DimaTorzok Измерение расстояния от вершины мавзолея Цинь Шухуанди до нового комплекса выдает веселенький результат – 34 километра и 230 метров. 34-23 – опять числовой след и нынешнего кода, и резервного. А вот современная постройка системы, датируемая 2017 годом, ее две старшие сестрички рядом, имеют другую ориентацию. На этот факт я обращал ваше внимание в прошлый раз. Дальше – больше. По этим графикам с перепадами высот на местности, которые мне прислал Леша, становится очевидно, что никаких возвышенностей на месте новой постройки нет. То есть, пирамиду из космоса мы видим, но это иллюзия. Я не мог поверить своим глазам – как так? Вот же она! Но фотографии от Максима Сотникова подтвердили картографические данные от Зайца. Вот первое фото этих объектов из китайского источника. А вот и сольный портрет одной из красавиц. Здесь – дуэтный снимок, причем сделанный как раз из района расположения нового комплекса. Ну и, наконец, первое, пока фотографическое изображение интересующего нас объекта. Он действительно практически плоский. Только грани этого комплекса имеют ощутимый подъем к центру. Это хорошо заметно по тени, которую отбрасывают западные стены. Конечно, мы уже знаем, что по официальной версии находится здесь – музей первого императора династии Хань. Его могильный холм неподалеку. Этим и оправдывается официальная версия, почему современный комплекс построен в тех же параметрах и с той же ориентировкой на местности. Итак, объект не засекречен, а информация о нем не будет подвергать какому-либо риску Максима. Значит, скоро мы посмотрим на всю эту красоту поближе. Но какая бы ни была информация от официальных источников, я вижу то, что вижу. А именно, блестящий и нестандартно реализованный проект плоской пирамиды, о которых нам давно поведал Андрей Пылинин. И многочисленные проекты, которые мы уже разбирали в Питере, Париже, Москве, Минске и многих других городах. Но вот в таком формате я вижу реализацию проекта плоской пирамиды впервые. Ведь это усеченная конструкция с явным излучателем в центре, координаты которого и вызвали наш интерес к этому месту. 34-43-108-88. И человеческая река любопытствующих туристов сама добровольно и за свои деньги подтянется к источнику официальных и, к сожалению, чаще всего придуманных знаний, даже не осознавая, что залазит в реакторную установку, где и уготована роль высококачественного ядерного топлива. Также Максим поведал мне интересную историю строительства метрополитена в Сиане. Ведь проектные работы начались еще в далеком 1980-м, но первая ветка была открыта в сентябре 2011-го. Опа! А вот и излюбленный старый код системы 9.1.1. Такой долгий срок строительства оправдывается тем, что метростроевцы продвигались под городом крайне медленно, чтобы случайно не нарваться на то, на что нарваться нельзя. Ну а на поверхности даже появление на тракторе или экскаваторе вблизи археологических заповедников, коими являются все представленные китайские пирамиды, сулит водителю серьезными неприятностями. Да что там говорить! Еще несколько лет назад найти даже фотографию этих объектов было крайне затруднительно. Еще раз благодарю Максима Сотникова за помощь. Друзья, подписывайтесь на его канал, где скоро будут появляться материалы, которые нам будут сверхинтересны. А максимально целеустремленный заяц не ограничился только проверкой тех объектов, которые интересовали охотника. Он провел свое расследование и вот что обнаружил. Если проводить лучи по граням пирамид, сориентированным на полюс, и граням пирамид, имеющих градус отклонения на северо-запад, то в северном направлении эти лучи будут расходиться, а вот в южном неминуемо сближаться. То есть, в каком-то месте эти лучи пересекутся. Вопрос. В каком? Ответ заставил улыбнуться от предсказуемых действий адептов «Матрицы». Телебашня и торгово-выставочный центр. Вы посмотрите, как изящно здесь строители решили вопрос обозначения «Инь-Ян». Ромбовидная площадка, обрисованная широкополосной дорогой. Это женское начало. Ну а 245-метровая телевышка, торчащая из нее, – мужской символ. Идеальная реализация проекта для возникновения торсионного потока от взаимодействия двух противоположных сил. Глядя на этот проект, сейчас вспомнил, как топорно и слишком откровенно ту же задачу решали системщики в Минске, тоже около телевышки. Откровенный мужской орган, видимый со спутника. Два огромных железобетонных шара, там, где они и должны быть. Ну и фонтан с голыми купальщицами прямо на… Вам лучше посмотреть самим на резервном канале, если еще не видели. Вот ссылочка. Кстати, Минскую телебашню и Сианскую роднит еще кое-что. Двойной октагон в Минске, портал с кодом 88. А в Сиане этих октагонов гораздо больше, от основания башни и почти до самой макушки. Концепцию с шарами здесь решили разнопланово. Южное сделали на плоскости, а вот северное – вполне себе конкретное. Вода, как энергосниматель, здесь реализована множеством небольших струй, бьющих прямо из-под мостовой. Такой гавахосборник и не обойдешь, и не перепрыгнешь. Молодцы китайцы. Конечно, чем крупнее город, тем больше и выше его достоинства. Двухмиллионный Минск довольствуется 176-метровым, а 13-миллионному Сианю нужен прибор побольше – 245 метров. Какие еще локации, кроме уже названных, привлекли мое внимание в Сиане и неизбежно станут объектом изучения Максима, когда он туда доедет? Стены старого города. Они поражают своими гигантскими размерами, возрастом и качеством исполнения. Их ширина по верхнему краю позволяет свободно разъезжаться нескольким автомобилям абсолютно без проблем. Недалеко от телебашни находится вот такой объект. Четкая ориентация по сторонам света, а также разделение на 12 секторов напоминают часы. Вопрос – на что и зачем указывает тропинка в виде стрелки в районе 5 часов? По какому принципу установлены скамейки по внешнему кругу? Еще раз продемонстрирую фото от Зайца, где четко видно, что лучи от пирамид проходят и через этот объект. По рельефу местности, течению реки и еще нескольким признакам на карте города читается полустертый, но еще различимый шестиугольник гигантских размеров. Есть здесь и следы звездной структуры. Надо все проверять. Я отправил Максиму несколько мест, которым стоит уделить внимание. К примеру, вот здесь, несмотря на сильное сельскохозяйственное воздействие, читается возможный контур четырехлучевой малой звезды и сориентирована она так же, как и новый музейный комплекс. А теперь о тех взаимосвязях в июльских событиях между Америкой, Японией и Китаем, о которых я обещал рассказать. Убийство 67-летнего, 77-го, премьер-министра Японии Синдзе Абе в городе Нара, находящегося на 34-й параллели, произошедшее спустя 43 часа после взрыва комплекса в Джорджии, также находившегося на 34-й параллели. В биографии покойного обнаруживаем занимательный факт. После получения японского университетского образования Синдзо в течение года обучался в университете Южной Калифорнии. А знаете, на какой параллели расположено это учебное заведение? Правильно, на 34-й. Таким образом, мы обнаруживаем в биографии этого человека множество закрепленных однотипных кодовых цепочек. Именно через активацию этого кода матрица и умертвила очередной скафандр энергоинформационной сущности своего же адепта, отправив его, видимо, как и до этого, на очередную элитную реинкарнацию. Всегда акцентирую на этом ваше внимание. Слуги системы не боятся смерти, пыток, боли. Они к ним готовы. Их не напугать включенным утюгом или паяльником. Это не развяжет им языки. А практика эффектного для зрителей из стада умерщвления собственного персонала давно отрепетированная и отточенная технология демиурга. Вспомните хотя бы убийство Франца Фердинанда, ставшее катализатором Первой мировой войны. Энергия шока и траура, собранная в Японии, пошла, скорее всего, на запуск нового комплекса системы в китайском Сиане, также расположенном на 34-й параллели. По каким же признакам можно опознать адепта системы, прошедшего элитное перерождение? Семья, облеченная в течение длительного времени властью, деньгами, особыми однотипными талантами у нескольких поколений, передачей по наследству профессий, образованию семейных династий. И вот уже перед вами целые поколения. Ну ладно, монархических семей, там и так все понятно, но ведь и художников, архитекторов, музыкантов, политиков, не говоря уже о банкирах и бизнесменах. Поверьте мне, у простой человеческой души нет ни единого шанса воплотиться в семье элитки. Там все места уже давно расписаны. Именно все эти следы вы с легкостью и обнаружите, изучив биографии Синза Абе и Джорджа Буша, о семье которого я рассказывал в прошлом видео. Они написаны как будто под копирку. После следов системы в судьбах избранных людей пару слов о выбранных местах. Что общего между китайским Сианем и японской Нарой, кроме нахождения на одной линии по координатам широты? Эти города в прошлом были столицами, а в жизни свободной человеческой цивилизации еще и энергетическими центрами планеты. В Сиане тому доказательство – пирамиды, а в Наре – кафуны в виде замочных скважин. Только благодаря тому, что пришельцам удалось переформатировать эти установки под свои нужды, мы их еще наблюдаем. Правда, теперь под соусом официальных сказок, что это могилы древних правителей. Внутри данных энерготочек тварями заложены тысячи некротических объектов, позволивших повернуть энергопотоки Земли на каналы захватчиков. Но на этом они не остановились. Изучив технологии наших предков, захватчики их стали применять сами. Образцов таких замочков на планете сотни. Приведу лишь один, но самый яркий. Главная площадь Ватикана. Каждый раз, глядя на нее, вспоминаю сказку о Буратино и Папе Карло. Вот она, волшебная дверь на холсте. И жилище Папы, площадью в 44 гектара. А золотой ключик не один. На гербе их два. Но в какие миры можно открыть эту дверь? Наши свободные предки, судя по всему, легко через эти замочные скважины оказывались на других планетах. К примеру, на Марсе. А теперь вернемся в США, к месту установки скрижалей Джорджии, чтобы обнажить еще несколько очевидных числовых кодов матрицы. О них мне сообщил один из подписчиков канала. Устанавливаем точку от основания комплекса. И протягиваем прямую линию до центральной круглой площади загородного дома президента Франклина Рузвельта. Наблюдаем картину маслом и в милях 139.11 и особенно в километрах 223.88. Теперь снимаем точные координаты места в десятичной системе. Песня кодов матрицы продолжается в широте 32.88. А теперь песня кодов переходит в мощное гимническое звучание. Франклин Делано Рузвельт, 44-й губернатор Нью-Йорка и 32-й президент Соединенных Штатов Америки, строит себе уменьшенную копию Белого дома. Это место так и называется – Little White House. Возводит сей шедевр он на 32-м меридиане, 32-м году. Ах да, даже в официальной биографии указано, что Рузвельт является масоном, возведенным в 32-й градус посвящения Великой Ложе. Я мог бы еще долго набрасывать доказательства, рассказав подробно о его древнем, богатом и известном роде, о браке собственной родственницей, о еще одном президенте Рузвельте, тоже его близком родственнике, и о многих других секретах семьи Рузвельт. Но зачем? Ведь код 32 здесь настолько очевиден и част, что о каких-то там совпадениях говорить уже не приходится. Добавлю только то, что и покинул свой телесный скафандр 32-й президент США тоже в этом доме. А на его замену на сцене спектакля проекта «Конец войны горячий, старт войны холодной» выходит еще один масон – Гарри Трумэн. Став 33-м президентом, он быстренько получил 33-й градус посвящения в Ложе Вольных Каменщиков. Видимо, уж очень адептам понравилась его главная роль в первой в истории человечества ядерной атаке. Даты ударов, ну просто по фэншую, образуют инь-янь 6 и 9 августа 1945 года. Не поленитесь, откройте сами координаты Хиросимы и Нагасаки, чтобы убедиться самим, что наряду с работой по основным кодам уже тогда велась работа по резервированию и консервации запасных цепочек матрицы. Так что создание «Скрешали Джорджии» в 80-м – это уже не первый шаг по подготовке запасного парашюта. 32-я параллель – Нагасаки, 34-я параллель – Хиросима. И десятки тысяч жизней ни в чем не повинны гражданских лиц, как жертвоприношения проектам работающим и проектам будущим, расконсервацию и реализацию которых мы сейчас с вами и наблюдаем. В завершении сегодняшнего нашего разговора хочется еще раз напомнить всем своим другам и недругам, что именно у нас, человеков, есть та сила, которой не обладают захватчики. Именно этой силы они боятся, как черт ладана. И все, что они творят с нами, делается глобально ради двух целей. Первое. Послушное стадо, готовое к стрижке и убою, обеспечивающее их теплом и пропитанием. И второе. Чтобы те, кто стоит ближе к забору, не испытывали любви к тем, кто оказался ближе к ножу мясника. Иначе они расскажут всем, кого любят, что забор – лишь иллюзия. И тогда никто и ничем нас уже не удержит. Позволю закончить этот спич цитата великого русского писателя и мыслителя. Человека, которого, за его взгляды, сформированные за долгие годы жизни, проведенной в основном под христианским эгрегором, православная церковь подвергла анафеме, не снятой до сих пор. Лев Николаевич Толстой. Любовь? Что такое любовь? Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одной юею. Любовь есть Бог, и умереть значит мне, частица любви, вернуться к общему и вечному источнику. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царится любовь, а на меньшее я не согласен. Под крустальным мостом реки чистой воды, и никто над цветами не властен. И не дерево счастья, а счастья сады, а на меньшее я не согласен. Не согласен. Станет другом большим для зверей и для птиц Человек больше им не опасен. И не будет по мине ослобленных лиц, а на меньшее я не согласен. Верит в глупые сны до сих пор, где двора. Жаль, что я к этим снам не причастен. День настанет, и нам возвращаться пора, А на меньшее я не согласен. Не согласен. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царится любовь, А на меньшее я не согласен. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Всем мира и добра. Охотник с вами. До встречи.